Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья. И сегодня мы с вами поговорим о недовольстве или о том чувстве, когда нам что-то не нравится. Из цикла «Негативные чувства». Давайте, как обычно, с вами вместе подумаем. Что для меня значит быть недовольным чем-то? Что я чувствую, когда недоволен? Чем я обычно бываю недоволен? С собой или другими людьми или обстоятельствами жизни? Своим характером, своими достижениями, своей внешностью или телом? Что я чувствую, когда я недоволен? Что происходит с моим телом? Что я спонтанно с этим делаю? И пока вы вспоминаете, давайте обобщать. Смотрите, в недовольстве есть большое такое послание «Так быть не должно». И когда я чувствую недовольство, я кривлю губы, морщу нос, я делаю кислое или пресное лицо, говорю раздраженно или негодующе. В отношении других людей, да и в отношении себя я могу начать упрекать, обвинять. Также я могу развивать бурную деятельность, чтобы исправить это самое, чего не должно быть. И в основном недовольство. О чем это? О том, что я хочу защититься от некоторых данностей, которые мои ожидания разрушили. И я хочу, чтобы мои ожидания все-таки сбылись. Ну хорошо, давайте посмотрим на сути проблему недовольства. Лучше всего суть недовольства выражает цитата Мичурина «Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Собственно, это об этом. О том, что мы не хотим быть в диалоге с жизнью, мы не хотим принимать жизнь. Нет, мы хотим подчинить ее себе, сделать все по-своему. И смотрите, что происходит в моменте. Мы начинаем смотреть и видеть только то, что мы хотим видеть. Например, есть для нас какое-то важное событие. Может быть, экзамен. Может быть, какая-то задача, которую мы хотим взять себе. И мы смотрим только на это. И мы начинаем видеть только те условия, которые способствуют достижению этой цели. То есть, мы начинаем думать, ну вот, я такая умная, способная, у меня есть опыт в этой работе, почти наверняка выберут меня для этого проекта. Дальше мы перестаем принимать реальность. То есть, мы не хотим принимать то, что нас не взяли или нас могут не взять. Нет, мы действуем, как если бы нас взяли. И потом мы начинаем жить фантазиями. Мы фантазируем, как это будет здорово работать на этом проекте, какая я буду классная, как я разовьюсь как специалист, как все сразу поймут, какая я умная и какой я хороший специалист. Но в результате мы теряем силы. Почему? Отвергая реальность, мы не смотрим на реальные обстоятельства дела и тратим много сил на борьбу и на достижения. И в итоге к чему мы приходим? Укоренившись в фантазиях, мы уже не можем развиваться. Мы можем упустить какие-то интересные возможности. Мы можем не заметить того, что в этой задаче нужно было делать что-то совершенно другое и окажемся в итоге у разбитого корыта. Ну хорошо, у вас может возникнуть вопрос, но если каждое чувство ведет нас к чему-то все-таки хорошему, позитивному, для чего нам нужно это недовольство, которое нас уводит от реальности в фантазии? Давайте посмотрим, для чего мы можем уходить от реальности. Потому что реальность может быть болезненной. Например, когда в своей школе мы были отличниками и первыми учениками, поступив в какой-то большой вуз, может оказаться, что таких нас отличников довольно много. И мы уже совсем не первые и не самые умные, и не самые лучшие. И это может больно ударить по нашей самооценке. Что еще? В фантазиях всегда есть надежда. Мы можем по-прежнему надеяться, что этот интересный проект достанется все-таки нам. И мы можем представлять, как это будет здорово. Кроме того, в фантазии мы создаем себе ту реальность, которую мы хотим видеть. То есть там нет места более. Мы нарисуем себе идеальные отношения, идеальную работу, идеальный дом. В наших фантазиях все идеально и прекрасно. Но здесь, конечно же, видно, что на фантазиях, как на песке, мы не можем построить никакой прочной конструкции. И все-таки из чего простекает наше чувство недовольства? Ведь не просто же так есть люди более недовольные жизнью, а есть люди, которым все прекрасно, все хорошо, они довольны собой, и людьми вокруг, и погодой. И все у них всегда замечательно. Вот смотрите. Недовольство опирается на две ноги. И одна из этих ног – это недовольство собой. Когда исторически, биографически я получала недостаточно внимания, ко мне часто относились несправедливо и не очень-то меня ценили, уважали. У меня у самой возникает чувство, что я как будто бы не дотянула. И чтобы мне уважать себя и ценить себя, мне нужно что-то для этого постоянно делать. Это одна нога недовольства. Вторая нога недовольства – это когда я не знаю, где я могу развиваться. Ну, собственно, если я плохо знаю себя, плохо понимаю, кто я такая, мне очень сложно понять, какая сфера будет подходить мне, где я могу быть плодотворной, где я могу развиваться, может быть, даже всю жизнь, где я могу оставить тот ценный вклад, который принесет пользу людям, мне самой, может быть, чему-то еще – культуре, науке, искусству и так далее. И вот когда у меня есть такое недовольство, которое стоит на двух ногах непринятия себя и проблемах в деятельности, то есть я не знаю, где себе могу развить, я могу сформировать внутри такую схему. Ну, хорошо, я не знаю, чем мне заниматься, я не знаю, как мне укрепить свое самоуважение, но я могу достичь успеха, и тогда меня точно будут уважать другие люди, и тогда у меня появится основание уважать саму себя. И я могу поставить себе цели, которые меня к этому успеху приведут. Все очень просто, все очень понятно и, в общем-то, наверное, даже неплохо, возможно, оно будет работать. Но у таких целей, которые ведут меня только к успеху и все равно, что там внутри, для чего я это делаю, есть несколько проблем. Такая цель будет доминировать, я буду стараться достичь ее любой ценой, потому что на кону будет мое самоуважение. Что дальше? Такая цель захватит всю мою жизнь. Я буду работать по 20 часов, а может быть и 24 часа в сутки, семья, друзья, хобби, поездки. Нет, это все будет неважно. Мне надо будет добиться этой цели, потому что там успех и в итоге самоуважение. Дальше. Эта цель будет мне давить и подгонять. Мне надо, мне надо быстрее, меня могут обойти конкуренты, я должна успеть, я должна застолбить себе место. Но есть еще один нюанс. Эта цель заменяема. Если вдруг, двигаясь по направлению к этой цели, я понимаю, что нет, тут я не заработаю денег, тут не будет карьерного развития, и даже этот проект на самом-то деле он меня не приведет к необходимому результату, я выберу себе другую цель, которая будет вести меня к успеху. Ну и, соответственно, эта цель, она будет копировать некие общепринятые ценности и представления об успехе. То есть, например, это карьера, это зарабатывание большого количества денег, может быть, это какие-то статусные вещи. Ну хорошо, и вы можете снова сказать, да, но так есть в нашей жизни. Люди так делают, они стремятся именно к успеху, и это нормально. И есть множество книг, которые написаны именно о том, как стать успешным. Почему же здесь есть или должна быть какая-то проблема? Может быть, на самом деле все в порядке? Ну смотрите, в чем опасность такой ложной целеустремленности, опасность карьеризма? Самое главное, самое первое, в таком стремлении к цели мы отвергаем реальность. Опять же, мы смотрим только на то, что мы хотим видеть или на то, что нам кажется сейчас необходимым для достижения цели. И, с одной стороны, мы перестаем смотреть на себя, на свои реальные ограничения и ресурсы. Опять же, работать по 20 часов в день довольно вредно для здоровья. И, скорее всего, рано или поздно мы встретимся с негативными последствиями. Но также мы не смотрим на жизнь и на других людей. Мы можем упустить какие-то важные возможности, мы можем не рассчитать свои отношения и силы. И, в итоге, без опоры, либо мы сами сломаемся, либо мы упадем. Что еще? Такая целеустремленность не приводит нас к ценности. Если нам все равно, чем мы занимаемся, лишь бы был успех, успех очень быстро приедается. Мы купили себе дорогую машину, и три дня были счастливы. А потом нам стало скучно, нам не интересно, нужна еще более дорогая машина, потому что она есть у кого-то, у моего конкурента. И так продолжается эта гонка. Что еще? Такая целеустремленность уводит нас от встречи с собой, потому что мы перестаем на себя смотреть, как на людей. Нам уже не важно, в чем мы хороши, в чем мы сильны. Нет, это все не важно. Главное – успех, главное – деньги, главное – должности. Совершенно не важно, кто я такой при этом. Но это приводит нас к чувству глубокого внутреннего одиночества. Потому что, по большому счету, нам хочется, чтобы мы были важны и для себя, и для других людей. Нам хочется, чтобы нас именно видели, как людей, а не как начальников или миллионеров. Ну и последнее. Если в первом шаге мы отвергаем реальность, то в четвертом шаге мы теряем связь с миром. Потому что мы, не видя себя, не знаем точно, где мы такие нужны со своими способностями, знаниями, со своими стремлениями. Мы это плохо понимаем. Где мы можем быть продуктивными? Где мы можем оставить свой след? Ну вот, теперь, я надеюсь, вы поняли, что все-таки такие цели опасны. Но что же делать? Что же делать со своим недовольством? Возможно, со своей целеустремленностью. Как с этим обойтись? Самое сложное и самое простое – это принятие. То есть, принять те обстоятельства и ту реальность, которая как бы разбивает наши ожидания. Давайте посмотрим на то, что принятие через «не», чем принятие не является. Принятие – это не «ой, ну все, ладно». Потому что в этом «ой, ну все, ладно». Мы потеряли ресурс, но внутренне мы все еще против, нам это не нравится. И как только мы наберемся сил, мы снова начнем бороться. Принятие – это не «ага, я поняла, в чем проблема, и теперь я знаю, что с ней сделать». Потому что, опять же, мы воспринимаем обстоятельства как проблему, которую хотим сломить. И мы тоже сопротивляемся, мы тоже боремся, но обстоятельства ведь могут быть сильнее. Это не принятие, когда мы говорим «ну все, я сдаюсь, я проиграла». Почему? Потому что здесь мы скорее отвергаем и обесцениваем себя. Мы говорим «да, я истощилась», возможно «да, я неудачник, я слабая, я неспособная». Но при этом у нас все равно есть внутренние чувства, но вот если бы я все-таки смогла, я бы сделала по-своему. Что же является принятием? Когда мы просто говорим «да, так есть». Да, не взяли меня в этот проект, так есть. Да, ничего страшного, я могу с этим жить, будут другие проекты. Или даже я сама себе сделаю свой проект, в котором мне будет интересно. Я не умру от того, что меня не взяли. И третье, что мы делаем, мы как будто бы разрешаем ситуацию быть такой, какая она есть. Ну хорошо, пусть будет так. Пусть меня не взяли. Ничего страшного. Но, конечно, это гораздо легче сказать, чем сделать. Ведь принимать достаточно тяжело, очень тяжело. Но есть некоторые вещи, которые могут нам помочь. Например, столкнувшись с этими неприятными обстоятельствами или со своими разрушенными ожиданиями, хорошо взять паузу для себя. Просто отойти и посмотреть на эту ситуацию. Что случилось? Что я чувствую сейчас? Второй момент – хорошо посмотреть на ситуацию с больше перспективы. То, что меня сейчас не взяли в этот проект. А как это будет через месяц? А как это будет через полгода? Через полгода это будет так же важно, так же травматично? Насколько сильно это отразится на моей жизни в целом? Может быть, если не очень сильно, так я могу это отпустить? И, соответственно, третье, что мы делаем, на что мы смотрим? Если мы можем себе позволить это отпустить, мы можем посмотреть на то, что действительно важно. Что было важным в этом проекте для меня? Важно ли это, в принципе, добиваться успеха здесь? Либо я буду чувствовать себя достаточно хорошо, если я сделаю что-то, что для меня имеет внутреннюю ценность. То есть мы начинаем искать свои ценности. Кроме того, полезно вспомнить свой прошлый опыт, когда вы сталкивались с неудачами, и казалось, что они сломят вас, и ничего хорошего больше не будет. Но жизнь делала поворот, и снова все продолжалось. Дела получались, вы справлялись, и все было хорошо. Кроме того, очень поддерживает, когда вас принимают другие люди и готовы поделиться с вами своим опытом. Ведь тогда вы чувствуете, что в этой ситуации вы не одни, и даже как будто бы вы можете найти какое-то новое решение. Кроме того, вы можете проиграть ситуацию в своей голове и реально оценить угрозы. Что будет со мной, если меня не возьмут в этот проект? Потеряю ли я в зарплате? Случится ли что-то с моей карьерой? Станут ли хуже ко мне относиться коллеги? И так далее. Ну и наконец, помогает нам вера в себя и вера в свои способности измениться. Даже если эти неприятные обстоятельства кажутся, что что-то важное у нас забирают, мы можем чувствовать себя даже немножко сломанными. Но при этом, если мы верим в свои способности, в то, что жизнь может повернуться по-другому, но я тоже расту и развиваюсь, и в следующий раз я уже буду немножко другим человеком, войдя в похожую ситуацию, это также поможет нам принять трудные обстоятельства жизни. Итак, друзья, я надеюсь, вы увидели, что принятие, которое как будто бы противодействует чувству недовольства, дает нам спокойствие, возможность оперяться на реальную жизнь, а значит, стать более открытым новым возможностям. Берегите себя и до встречи в следующем видео. Всем пока!